Друзья, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. BitDAO запампился сегодня за сутки на 22%. Для тех, кто не знает, BitDAO это неофициальный, но всеми уже давно понятно, что биржевой токен Bybit. И плюс еще сейчас Bybit запускают DEX, кто не в курсе. Во вчерашнем видосе я делал ссылку, но ничего об этом не говорил. Короче, новый DEX от Bybit называется Apex Exchange. Это реальный DEX, то есть он привязывается к вашему метамаску. И можно торговать, причем, как я понял, даже с плечом. Но я пока, честно говоря, еще не пробовал. Здесь надо все равно вносить депозит и делать вывод, потому что иначе каждый трейд будет просить подписывать транзакции. То есть это для вашего удобства, чтобы быстро трейдить. Но тем не менее никакого KYC, все очень выглядит похоже на Bybit и на Binance. В общем, короче, чуваки с DEX на самом деле интересная тема, но мы сейчас не об этом. А мы с вами, друзья, про BitDAO. Про BitDAO и про Bybit, но взаимосвязь-то в том, что на самом деле этот DEX, возможно, и будет, собственно, использовать токен Bit, пока по непроверенной информации. Ладно, что делать-то, слушайте, ребята, делать? Ну, в первую очередь, конечно же, ставить лайк. Нет, в первую очередь ставить стоп и тейк, если вы сильно рискуете. А во вторую очередь ставить лайк и подписываться к нам на канал, чтобы не пропускать такие апдейты. Потому что вы знаете, что мы BitDAO всю дорогу накапливали и прямо вот здесь на донышке саккумулировали позицию. И сейчас что делать? Ну, смотрите, спекулятивную часть сделки надо, конечно, сразу разгружать. Когда вы видите памп, я не знаю, у меня лично сейчас 2X на этой сделке. Я разгрузил пока одну пятую часть, потому что, да, памп неплохой. Возможно, коррекция. Скажем, если считать, что это была верхушка локальная, и мы пойдем сейчас ниже, то, возможно, коррекции и к 0.38 уровню, и к 0.5, мы с вами это знаем. Но пока 0.23 удержали, как бы даже если на 0.5 пойдем, то это 31 цент. Сейчас она стоит 33, но мне кажется, это невелика потеря будет. Просто потом, если сейчас выйти, то потом придется перезайти выше. Вот что, вы потеряете точку входа. Короче, если у вас удачная точка входа, ювелирная, можно сказать, то я бы на вашем месте отдалился и посмотрел на 4-х часовик. Да, мы уперлись в определенном сопротивлении, где сейчас, может быть, будет какая-то проторговка, да, посмотрите. Но тем не менее, когда мы его пробьем, я думаю, что ближайшее следующее сопротивление по битдау на Дневке будет уже гораздо дальше, посмотрите сами. Тут мы понимаем, что мы еще даже расти не начинали, потому что вот у нас следующее дно, это уровень 40 центов. Я думаю, что вот туда, в принципе, примерная такая зона для среднесрочного тейк-профита. Даже для меня это краткосрочный. То есть, грубо говоря, если за пару дней мы туда дойдем, да, до Нового года, то вот он, пожалуйста, ваш спекулятивный тейк. Вполне себе вероятно. Другой вопрос, что у битдау в циркуляции все еще 2 миллиарда токенов из 10, то есть 20%, 21%. И если мы посмотрим на график его цены, то это одна история. А если мы посмотрим на график рыночной капитализации битдау, то это совершенно другая история. И наложив их друг на друга, мы видим, что у цены битдау был 1 пик в ноябре прошлого года, в районе 3 долларов, да, а у рыночной капитализации было уже 2 пика, посмотрите, потому что происходят разлоки и есть байбеки, то есть капитализация растет. И вот этот пик у нас был как раз в августе 22 года, когда капитализация выросла с менее чем 300 миллионов на 1,5 миллиарда. Тезера. И в этот момент цена выросла всего-то вот с 45 центов на 75. То есть о чем он нам говорит, что будут еще разлоки, и в целом это может еще ушатывать цену на самом деле. Но по рыночной капитализации мы видим наоборот бычью вещь, что она растет и инвесторы приходят. То есть сам байбит откупает, их ключевые партнеры откупают эти токены у тех, кто сейчас их продает за 3 копейки. Вот вы видите всех крупные инвесторы, которые действительно откупают и вкладывают свою выручку в битдау, как они нам сами заявляют. Среди них байбит с полумиллиардами тезеров в год и пантера капитал и так далее. Поэтому, ребята, это тоже надо учитывать в своем анализе цены. Да, в моменте нас могут еще сильно задавить, но потом памп будет просто такой дикий, что это все покажется прямой линией, включая all-time high. Вот о чем я вам говорю, потому что проект-то на самом деле какой рабочий. Вот, но это ладно. Что по остальному рынку? Смотрите, на самом деле я это воспринимаю как хороший сигнал, несмотря на то, что остальные монеты вроде как сейчас в флафлете и в относительном спокойствии находятся. Ну вот, эфир классик, кстати, пошел на 3%, поднялся, есть какая-то движуха. И еще один момент в довесок лонга. Смотрите, я все-таки настроил эту TRDR-ку, как Джо Сасс показывает правильно, по лайткоину, посмотрите, она сигналит прямо. Я смотрю сейчас на примере лайткоина, потому что вы поймите, весь крипторынок, он ходит сейчас плюс-минус одинаково. С разной амплитудой, да, но в целом волны похожие. По лайткоину я просто сумел, смотрите, как точно его настроить. Он дает желтые экстремумы по ордербуку точно вот на двойных донях, от которых мы отбиваемся. Опять же, не всегда, наверное, не везде. Вот здесь был прокол. Ну хотя после него мы выросли, но в целом, да, вот, посмотрите, вот, вот. То есть четкая история абсолютно. И фишка в том, что если вершина будет не ложная, он по ней тоже покажет, просто вершина будет где-то выше, и надо ждать. В принципе, можно попробовать битдау глянуть по этой штуке с байбита, но тут сразу ее надо по-другому учить. Тут одна биржа, вот стакан, и нужно лернить, нужно лернить ее по-другому, потому что мы не видим вообще здесь желтых экстремумов, потому что объемы не те. Поэтому нам нужно изменить ряд настроек, посмотреть, что он покажет тогда. Вот, но это очень сложно, и ничего не получается. Поэтому я пока смотрю по лайткоину, как это отрабатывает, и вижу, что лайткоин дает сигнал на то, что дальше мы можем хорошенечко расти, и, собственно, мы это уже и делаем, поэтому, поэтому да. И стакан, вы видели, какой сегодня был пустой? Я в телегу сегодня кидал к нам, кстати, обязательно, поэтому проверьте, чтобы вы были подписаны к нам в телеграм-канал и в телеграм-чат. Это две разные вещи, CryptoCommand S и CryptoCommand Z. И будьте осторожны, очень много скамеров, скамерских групп, проверяйте именно в те, которые нужно, вступайте по ссылкам из описания. Стакан по лайткоину был, смотрите, какой пустой. Наверх вообще, лети не хочу. И, собственно, вот мы это и видим. А в целом, да, мы видим, что рынок-то стоит и удерживается, в отличие даже от фонды, которая льется. Посмотрите, биткоин на часе снова сделал желтую точку, дивер, и похоже, что сейчас пойдет следовать примеру битдау, ребята, и сквизить все шарты хотя бы на вот этом ближайшем, опять же, сопротивлении 18 тысяч с копейкой тезеров. Как вы думаете? Напишите в комментариях, верите ли вы в такой прогноз, или вы думаете, что сейчас мы польемся ниже? Потому что иногда, конечно, памп отдельно взятых альткоинов – это не к добру. Как вот доджкоин часто, когда пампят на 100%, это обычно к дампу рынка. Вот, но мы видим, тем не менее, да, что все потихонечку отпрыгивает, включая, кстати, и фонду, которая, конечно, да, пролилась, но, тем не менее, S&P, посмотрите, сделала повышающийся минимум, хоть и вышла из этого канала. Посмотрим, не будет ли это ложным отскоком типа такого, потому что, судя по Dow Jones, есть все шансы того, что мы на самом деле выходим из канала. Как вы помните, Dow Jones уже вышел из канала, и показывает всем, что, ребята, all-time high не так уж-то и далеко. Поэтому сейчас будет очень интересно. Вы видели вообще, какие лонг-сквизы происходили на фондовом рынке? Tesla, похоже, что отбивается точно от 78 FIB, собственно, как мы с вами и обсуждали во вчерашнем ролике. И, друзья, если сейчас будет отскок хотя бы до 61,8 или до 0,5, это просто очень позитивно скажется на всех рынках, включая криптовалюту. Поэтому, друзья, резюмирую это короткое видео. Крыться, конечно же, надо, если вы в плюсе. Например, если вы по битдау зашли, и вы сейчас в хорошем плюсе, кройтесь частями. Но, опять же, если он пойдет еще выше, чтобы вы не ловили фома, оставьте какую-то часть позиции. Закройте здесь часть позиции, здесь закройте еще часть позиции, и оставьте все равно часть позиции. Даже если это пойдет потом вниз, лучше добрать, на мой взгляд, позицию, если это будет бычий тренд. Но тут, опять же, смотрите по ситуации, потому что в любой момент тренд может развернуться и стать медвежим. Поэтому, дисклеймер, не финансовый совет. А часть прибыли, я думаю, что надо реинвестировать как раз обратно в биток, там, не знаю, в эфир, в дэш, во что вы верите, в другие альткоины. И по разным биржам раскидывать тоже, потому что нельзя на одной бирже сидеть. Поэтому помните еще, что на BitGet также прекрасные условия с кросс-моржой, с отсутствием верификации, то есть без KYC, без ограничений по территориям, по регионам. Можно спокойненько торговать. Ссылку на BitGet найдете тоже в описании. И я сейчас там накапливаю лонги по BitCash и по Litecoin, в том числе. Ну и по Bitcoin, конечно же. Все, друзья мои, всем профитроли. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Ставьте лайк, ставьте stop и take. И увидимся в следующем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok